Здравствуйте! В эфире первого Матищинского информационная программа «День». Я Андрей Латынцев. Смотрите сегодня выпуски. Жители улицы Академика Карагина борются за реконструкцию пешеходной зоны. Зимой здесь вообще нельзя, возможно, проехать, потому что снега много и плохо убираются. Почти вековой юбилей. Накануне Дня Победы. Матищинский ветеран Валентина Попова принимает поздравления. Я очень довольна временем и детьми. Даешь чистую набережную. Велоактивисты Матищ привели в порядок прибрежную зону. Чем больше народу выйдет на субботник убирать берега, тем будет чище, красивее наш город. А теперь об этом и многом другом более подробно. Автобусная остановка может стать причиной несчастного случая, уверены жители одного из домов по улице Академика Карагина. За последние годы в Леонидовке появился не один дом новостройка. Однако инфраструктура остается прежней. Узкий тротуар, на котором ожидают общественный транспорт мытищинцы, не вмещает всех желающих. Надежда Звягинцева продолжит тему. В доме новостройки на улице Академика Карагина живут родители Дмитрия Судняковича. Он в нескольких шагах от них. Однако, чтобы навестить друг друга, родственникам приходится преодолевать препятствия. На инвалидном кресле Ида Владимировна может безопасно передвигаться только по противоположной стороне улицы. Для этого приходится делать крюк через пешеходный переход. Пройти напрямую ей мешает эта автобусная остановка. Много людей стоят. Тебе приходится все время окликовать и говорить, пропустите, пожалуйста. Зимой здесь вообще нельзя, возможно, проехать, потому что снега много и плохо убираются. А хотелось бы, чтобы было по-человечески, коротким маршрутам и спокойно пройти. Ежедневно преодолевать препятствия приходится и пешеходам с детскими колясками. К слову, среди жителей дома новостройки много молодых семей. И если ребенок не один, а двое или трое, выход в свет превращается в опасный квест. Уследить за всеми в таких стесненных условиях, да еще в толчье, очень сложно. Жалуется Анна Мироненко. Ребенок на самокате один, другой едет на коляске. Все, места просто нет. А когда здесь час пик, здесь приходится либо всех просто просить, кричать. Потому что все, ну конечно, потому что нужно с детьми пройти. То в садик идет, в поликлинику идешь, в магазин, ну неважно куда. Либо на проезжую часть. Ну конечно, я детей не поведу на проезжую часть. И приходится просто толкаться. Это крайне неудобно. Не раз жители дома новостройки пытались указать и на проблему. Предлагали расширить тротуар и отодвинуть павильон от края проезжей части. Но не смогли достучаться. Десятки жильцов обращались на добродел. Обращались непосредственно в администрацию города. Отовсюду пришли отписки. У кого-то до сих пор у нас коронавирус. И очень истрепался бюджет, денег нет. У кого-то, значит, апрель месяц холодно. Дорожные работы вести нельзя. То есть зимой мы асфальт кладем в снег, а летом, осенью, весной мы не можем отодвинуть автобусную остановку присутствовать к жителям. Помог видеоролик, опубликованный в социальной сети. Он привлек внимание журналистов и общественников. Видимо, вопрос был адресован неправильно, пояснил Роман Коробейкин. Зачастую это становится причиной, по которой в ответ приходят так называемые отписки. Он предлагает решить проблему иначе. Здесь какое-то приусадебное хозяйство с советских времен осталось. Ну, это, конечно, хорошо, но, тем не менее, жизнь меняется, нормы меняются. И ситуация в городе меняется. Поэтому здесь, значит, мы обратимся, во-первых, к управлению ЖГХ с просьбой пояснить, на чем балансе находится вот этот забор, эта территория. Ну и потом, естественно, уже поймем, какие дальнейшие действия. У этих мытищенцев наконец-то появилась надежда. Мы, конечно, очень надеемся, что здесь благоустроят и сделают тротуар, пешеходную какую-то зону, перенос данного забора. Ну, потому что здесь ходят постоянно. На решение этой проблемы потребуется время. Однако первый шаг сделан. Жителей 23-го дома на улице Академика Каргина услышали, от них не отмахнулись. Ведь порой для решения той или иной проблемы не хватает ни средств, а участия. Надежда Зрягинцева, Денис Корнев, Первый Мытищенский. На какие еще проблемы обращают внимание жители округа, поговорим в четверг в программе «Диалог с властью». Гость студии – заместитель главы окружной администрации Евгений Глинкин. Он расскажет, какие обращения поступают в муниципальный центр управления регионом и как быстро на них реагируют. Подведет итоги работы многофункционального центра за первый квартал. Темой разговора станет и наступившая весенняя призывная кампания. Свои вопросы вы можете присылать уже сейчас на электронную почту или звоните по телефону. Программа «Диалог с властью» выходит в эфир каждый четверг в 20.00. Не пропустите. Продолжается подготовка к главному празднику страны – Дню Победы. На что обратить внимание разбирали в ходе совещания с участием представителя уполномоченного по правам человека в Московской области по городскому округу Мытищи, Советом ветеранов и городской прокуратурой. Широкое распространение получили частные дома социального обслуживания для людей старшего возраста. Их ожидают проверки на предмет безопасности и комфортного содержания. К мероприятию будут привлечены специалисты и работники прокуратуры. У нас осталось на сегодня всего 75 участников войны. И поэтому наша задача, чтобы у них не было вопросов никаких в основном по здравоохранению, это по бытовым условиям. Ну и обсудили текущие вопросы, с которыми мы совместно сейчас подготовим, совместное такое какое-то соглашение, чтобы у нас было полное взаимопонимание, когда ветераны приходят к нам и общаются или просят что-то им помочь, мы будем напрямую уже выходить. На совещании рассмотрели и вопросы регулирования имущественных отношений в семьях ветеранов. Людям старшего возраста нередко нужна правовая поддержка. Задача контролирующих органов – решать вопросы быстро и результативно, чтобы ничто не омрачило самый дорогой для ветеранов праздник. Почти вековой юбилей отметила жительница Мытищ Валентина Федоровна Попова. Она прошла войну, после чего посвятила жизнь воспитанию подрастающих поколений. С 98-летием Мытищенку поздравил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. Мы вас от всего сердца, от имени главы городского округа, от себя лично поздравляем. Вы знаете, я сама не знаю, почему я так долго живу. Наверное, грехов мало. Я очень довольна временем и детьми. Её век – время больших испытаний. За два месяца до объявления войны Валентина Фёдоровна отметила 18-летие. Отучилась год в медицинском институте, а в 1942-м ушла на фронт. Уже немцы заняли большую территорию, поэтому стали призывать и девочек. Я была комсомолкой, секретарём комсомольской организации, поэтому я, естественно, должна была возглавить этот призыв. И со мной вместе пошли в армию несколько девочек. В годы войны Валентина Фёдоровна была связисткой в зенитно-артиллерийском полку. На Северном Кавказе она восстанавливала связь в Грозном. Дальше были Белорусский Желобин, Кёнигсберг, а затем Инстербург. Именно здесь Валентина Попова встретила победу. Сам город был переименован в Черняховск. Он назван именем нашего командующего. Молодой командующий моих лет был. Погиб трагически. Шёл Павильна со своим заместителем. И в это время лесные братья, которые тогда очень сопротивлялись занятию нашими войсками этой территории, вот они убили его. Работать в медицине после войны Валентина Фёдоровна не стала. Ей по душе пришлась другая профессия – учительская. Ей посвятила почти 40 лет. У себя на родине в Дагестане стала заслуженным учителем. В Мытищах живёт уже больше 20 лет. В Валентина Петровна сегодня взрослые внуки, подрастают правнуки. Она, бесспорно, гордость семьи. Каждый день гордимся и радуемся, что у нас такая замечательная бабушка, что она до сих пор с нами. И что она поддерживает нас во всём жизненном пути. Не только меня, а моих родителей, моих братьев, сестёр, внуков. Андрей Латынцев, Андрей Капустин. Первый Мытищинский. И в продолжении темы. Всероссийская патриотическая акция «Диктант Победы» пройдёт в Мытищах 29 апреля. Акцию проведут в рамках партийного проекта «Историческая память» на 10 площадках. Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий. Их составляли эксперты российского исторического и военно-исторического обществ, а также сотрудники Российского государственного гуманитарного университета. По предварительным подсчётам, количество площадок для проведения диктанта Победы в стране составит более 12 тысяч. Центральная площадка будет развернута в Музее Победы на Поклонной горе. Диктант напишут также на Ржевском мемориале. Он станет центральной площадкой российского военно-исторического общества. Выбрать место для написания диктанта можно на сайте dictantpobedy.rf. Встречать Победный май в чистоте призывают всех жителей округа. Общегородской субботник пройдёт в Мытищах уже в эту субботу, 24 апреля. Присоединиться может каждый желающий с 10 утра до 4 часов вечера. Предстоит навести порядок вдоль Ярославского шоссе в парке микрорайона Леонидовка в Мытищинском лесопарке. Там же будут работать пункты выдачи инвентаря. Создать в округе порядок – задача каждого. Помочь городу стать чище решили представители клуба «Атлант» Веломытищи. Любители велоспорта убирали прибрежную территорию Яузы. С подробностями Алла Сталаева. Любители велоспорта – люди активные и неравнодушные. Сейчас, в период наведения чистоты и порядка, решили присоединиться к субботникам. Мытищинцы собрались у берега Яузы, в том месте, где проходит велодорожка. При себе – грабли, перчатки и мешки. Цель – познакомиться в первую очередь, провести хорошо выходной день и держать наши велодорожки, которые для нас администрация сделала, в хорошем состоянии. Дорожки пользуются большой популярностью у всех велолюбителей. Здесь открывается прекрасный вид на Яузу. Вот только местами насладиться этой красотой мешает мусор. Хочется как-то порядок на велодорожках привести, потому что как-то приятнее кататься в чистоте и порядке. Очень обидно, что велосипедисты часто выбрасывают мусор около велодорожек. Но не все. Не все, конечно, да. Но есть порядок. Город огромный, жителей много, мусора, к сожалению, тоже очень много. И почему-то в основном вокруг водоемов. Жалко, наши украшения городские, вот эти наши водоемчики и небольшие, и большие. Но мусора, к сожалению, вот именно вокруг них все сосредоточено. Поэтому, конечно, чем больше народу выйдет на субботник, убирать берега, тем будет чище, красивее наш город. Благодаря активному участию мытищинцев удалось привести в порядок более полутора километров территории возле водоема. И на этом велолюбители останавливаться не собираются. Алла Сталаева, Константин Хемичев, Первый Мытищинский. Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Спасают жизни. Мытищинские доноры участвуют в национальной акции. Тем, кто в день донора сдал кровь, подарили вот такие подарки. Чистота – залог памяти. В Мытищах проводят уборку исторических памятников. Пас надежды. Благодарительный турнир по футболу поддержал особенных детей. Очень хорошо и очень значимо, что в нашем округе проводятся такие мероприятия. Самородок отечественного хоккея. Сегодня 70-летний юбилей отмечает Виктор Шалимов. Национальный день донора празднуют сегодня в России. Впервые дату отметили в 2007 году. С тех пор многие, решив начать сдавать кровь, стараются сделать это именно 20 апреля. Сегодня в отделении переливания крови Мытищинской горбольницы пришли молодогвардейцы-волонтеры. Их поддержал председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. К слову, он сдает кровь уже почти 35 лет. Как прошел национальный день донора в городском округе Мытищи, расскажет наш корреспондент. Евгений Оспов в течение года поддерживал тех, кто вынужден был соблюдать режим самоизоляции. С наступлением весны дел у волонтеров стало меньше. Но молодой человек знает – помощь всегда кому-то нужна. Сегодня, например, пациентом Мытищинской горбольницы. Поэтому в национальный день донора вместе со своими товарищами он пришел в отделение переливания крови. Сдача крови – одна из тех, что нужно всегда. Полностью в себе уверен, что знаю, что здоров, что ничего со мной не случится. А другому человеку это поможет. И именно это мне помогает быть таким спокойным. 492 мытищинцы сегодня носят звание «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Это значит, что они сдали кровь 40 и более раз. Всего в городском округе Мытищи порядка 2000 доноров. И ряды наших доноров пополняются. Причем пополняется, что отрадно молодыми кадрами. Молодежь, студенты, если у них есть возможность, то они приходят к нам сюда в отделение и стационарно стоят. Молодежи очень много стоят. В отделении переливания крови Мытищинской горбольницы ежегодно заготавливают 750 литров крови. Сначала донор проходит обследование. Перед процедурой его поют чаем со сладостями. Забор крови занимает не более 10 минут. Основной постулат – максимальная польза больному и никакого вреда донору. Два дня отгола, пожалуйста. Спасибо. Ну и вот на обед бухгалтерию, пожалуйста, нашу посетите. Обязательно нужно получить. Сумма, может, не очень большая, но тем не менее какие-то продукты, фрукты сейчас особенно, наверное, нужно купить. И усельте, пожалуйста, питьевой режим. Затем здесь же в отделении переливания крови Мытищинской горбольницы готовят два ходовых компонента – эритроцитарную массу и плазму. Мы не просим помощи у Московской областной станции переливания крови. Мы обходимся своими силами. Только есть компоненты, которые не выпускаются в отделениях переливания, не только в нашем вообще отделениях переливания крови. Это, например, концентрат тромбоцитов, криопрецепитат. И вот здесь мы уже обращаемся за помощью в Московскую областную станцию переливания крови. Но в свое время мы для них тоже осуществляем донорские акции. В Национальный день донора молодежь поддержал председателя Совета депутатов городского округа Мытищи. Впервые Андрей Гореликов сдал кровь, будучи курсантом военного училища в 1987 году. С тех пор он сбился со счета, сколько раз садился в том числе в это кресло. У каждого из нас, как у каждого человека, бывают очень сложные какие-то личные или семейные обстоятельства. У меня таким обстоятельством была, наверное, болезнь моей родной тети. Все оказалось очень непросто, но люди, которые ее не знали, согласились прийти. И для себя я тогда сделал вот такой осознанный выбор. Это было более 30 лет назад, что надо просто приходить и помогать. Эта кровь также предназначена для пациентов Мытищинской горбольницы. К слову, с помощью этого бесценного лекарства сегодня спасают и тех, кто находится в ковид-стационаре. Тем, кто в день донора сдал кровь, подарили вот такие подарки. Это тренажер в форме сердечка и браслеты. На них написаны проникновенные слова. Ты спас жизнь. Понять, что от тебя зависит многое и другие. Но главное, что эти слова живут в сердце каждого, кто сдает кровь. Надежда Звягинцева, Денис Петров, Первый Мытищинский. Донорство – залог здоровья для многих, как и действующая на территории региона прививочная кампания. В зеленой зоне находится городской округ Мытищи. Это на совещании с министрами в правительстве Московской области отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В городском округе увеличивается число пунктов вакцинации. На сегодняшний день их открыто 13. На данный момент прививку против COVID-19 сделали почти 24 тысячи мытищинцев. Это практически 10% населения. Что останавливает оставшиеся 90? На это в ходе опроса нам ответили сами жители округа. Жду, когда будет больше информации. Ну, согласитесь сами. Люди сомневаются, они как в неведении. Вот такая проблема. Я бы с удовольствием. Я каждый год от гриппа прививаюсь. Но вот сейчас время должно пройти, чтобы на вопросы отвечали. Честно, откровенно говоря, положительно. Особенно к российски. Потому что у нас на этом собаку, как говорится, сели. Обязательно надо вакцинироваться. По-любому. Я пока не буду. Пока нет. Ну, посмотрим дальше. Положительно, нейтрально, наверное. Не собираюсь делать. Наверное, пока есть противопоказания. Хочу перед этим проконсультироваться с врачом. А в принципе, я против ничего не имею. Я один раз сделал. Вот 22-го числа, 1 апреля, я сделал прививку, кстати. Вот 22-го или 23-го я должен второй раз сделать. Так что, ну, вакцинируйте, чтобы было. Просто спокойно на душе вообще сделал и забыл об этом вообще. Не парься вообще. Я так считаю. Лидер движения и общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы-Мы-Тище», первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын принял участие в городском субботнике. В Центральном парке «Мы-Тище» приводили в порядок исторический памятник. С подробностями мои коллеги. Памятник погибшим сотрудникам завода был установлен к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. В истории промышленности городского округа «Мы-Тищинский электротехнический завод» или, как его называли горожане-щетчик, занимал немаловажное место. Завод был основан в 1939 году и производил большой ассортимент электротехнической продукции. Место для проведения субботника было выбрано не случайно. В преддверии Дня Победы все памятники, скверы и обелиски приводят в порядок после зимы. Денис Перепелицын, лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы-Мы-Тище» поддержал эту акцию. Каждый год все региональное отделение партии «Единая Россия» традиционно выходим на уборки памятников для подготовки их к празднованию 9 мая, праздника Дня Победы. Поэтому эти памятники убираются на территории Московской области в течение ближайших трех недель на всей территории. К нами создана была несколько лет назад интерактивная карта, где указаны все памятники, которые есть на территории Московской области. После уборки члены партии «Единая Россия» представители молодой гвардии возложили цветы к памятнику погибшим заводчанам. Знак глубокого уважения всем, кто сражался за нашу родину и трудился ради общей победы. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый Мы-Тищенский. В апреле отмечается Международный день памятников и исторических мест. В этом плане Мы-Тищи, по мнению историковедов, город уникальный. В округе большое количество памятных мест, представляющих культурную и историческую ценность. Одно из таких – Дворцовый остров села Тайнинское. Оно считается самым древним поселением в Мы-Тищах. Студентов познакомили с историей комплекса. Встреча прошла в историко-художественном музее. Своим взглядом на важности сохранения комплекса поделились историки и архитекторы. «Я беспокоен, что будет с этим местом в будущем, как оно развивается сейчас, и что мы оставим потомкам, что мы можем музифицировать, что мы можем открыть, что мы можем реконструировать, и как это место увидят, скажем, через несколько лет». Это место до сих пор представляет интерес. Мы-Тищинский архитектор Константин Елихов сделал множество интересных находок. Своими открытиями и планами реконструкции Дворцового комплекса он обещал поделиться в одной из своих книг. Самые яркие эмоции в минувшие выходные мы-Тищинцам дарил спорт. На стадионе «Строитель» прошел благотворительный турнир по футболу среди детских команд. Состязания посетили особенные дети и их семьи. Как спорт поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья? Смотрим подробности. Десять спортивных команд готовы сойтись на поле на товарищеской встрече. Мальчишки разминаются. Для многих это первый выход на поле этой весной. Ощущение праздника и у зрителей. Лёня Беляева на стадион привезла бабушка. Мальчик с нетерпением ждет начала матча. Мы никогда не были на таких массовых летних мероприятиях, а тем более наш мальчик очень любит мяч с рождения. Он столько увидел хорошего. Поэтому огромное большое спасибо всем организаторам, всем, кто это придумал. Турнир благотворительный. Он призван поддержать те семьи, в которых растут дети с диагнозом церебральный паралич. С инициативой провести подобные игры вышли активисты общественной палаты. Детей, может быть не к спорту, но к физической культуре. Детей с такими заболеваниями, с ограниченными возможностями, необходимо привлекать к занятиям физической культуры. Собрали более 150 тысяч и, соответственно, будет оказана единовременная материальная помощь 8 семьям, воспитывающих таких детей. Беда может случиться с каждым. И самое главное, чтобы ни человек, ни одна семья не остались один на один со своей проблемой. Поэтому это очень хорошо и очень значимо, что в нашем округе проводятся такие мероприятия. Эмоции на трибунах передаются игрокам. Юные спортсмены, придавшись азарту, не просто гоняют мяч, но также морально поддерживают сверстников, болеющих футболом. К счастью, уже не первый, не второй турнир. Мы с удовольствием всегда проводим сами такие турниры и принимаем в них участие. Простыми словами, творить добро, помогать ребятам, людям, у которых, возможно, не так прекрасно, как у здоровых ребят, которые могут побегать по полю. И мы всячески будем откликаться и помогать. Благотворительный турнир прошел на дружеской ноге для всех его участников. Лучших игроков приехал награждать российский футболист, советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин. А ребята-зрители, кто в силу здоровья не смог выйти на поле, получили яркие эмоции и тепло, заботы. Традиции доброго спорта будут продолжены. Андрей Латынцев, Андрей Капустин, Первый Матичинский. В мире спорта есть и большие праздники. 70-летний юбилей сегодня отмечает Виктор Шалимов. Легендарный форвард учился играть в хоккей на Матичинских прудах в микрорайоне Челюскинский. И играл так, что попал в хоккейную школу «Спартака», где сыграл потом 16 сезонов. Провел 591 матч, в которых забросил 312 шайб. Его лучшие игры вошли в Золотой фонд отечественного хоккея. О легендарном спортсмене Сергей Берзин. Попасть в состав сборной СССР тех лет было почти нереально. Почему? Потому что 70-е – это золотой век отечественного хоккея с его выдающимися победами над сильнейшими профессионалами мира. В составе сборной на всех позициях только великие игроки. Со своим уникальным стилем и неповторимой техникой. Не имена, а целая эпоха. С ними Виктор Шалимов играл, набирался хоккейного ума, разума. Был лучшим нападающим чемпионатов мира и СССР. Есть что вспомнить о былом? Он не просто играл, а оставил свой уникальный след. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира. Его игра была сродни колдовству. Непредсказуем, неожиданно появлялся там, где его просто не видели защитники. Спартаковский стиль. Шалимов, Шадрин, Якушев. Они задавали такие головоломки сопернику, которые не поддавались разгадке. Сегодня Виктор Иванович хотел бы увидеть такие же комбинации в исполнении хоккеистов новых поколений. Но, конечно, многое не получается. И, конечно, хоккей сегодня развивается не так, как это было в его детстве и юности. И все-таки хоккей отыгрывает свое. В том числе хоккей Виктора Шалимова. Ему 70, но он полон сил и планов. Выходит на лед в составе команды «Звезд». А такой хоккей нам нужен. Весь коллектив нашего телеканала присоединяется к поздравлениям. Виктор Иванович, мы болеем за вас. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого Мытищинского. А также подписывайтесь на нас в Инстаграме и Телеграме. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Вот я постоянно на эти горы мусора смотрю. Ну, знаете, если уж на местах ничего не решается, я думаю, надо звонить выше. Любители подписать, конечно, есть, но... Очень легко высказывать свое мнение, когда ты не общаешься с оппонентом напрямую. Мне приходилось очень-очень, приходится до сих пор вот сражаться с врачами. Может быть, действительно, где-то на уровне местных властей или даже на уровне жителей дома можно эту проблему устранить, да? Надо на месте разбираться, именно идти с какой жалобой, и конкретно кому и разбираться на месте. А если не помогает, тогда уже идти дальше. Сначала по месту решаются все проблемы, потом уже, если не решаются, то надо и выше идти. А если у меня постоянная работа, своевременная выплата зарплаты, поэтому мне обращаться и необходимости нету. Все на местах решается. Я занималась конкретно домом, в совете дома. Поэтому мы только с ЖЭУ со своим решаем все вопросы. Все вопросы решаем. Работает компьютер в самой батарее. Прибор не охлаждается, соседка его греет. Компьютер задыхается, остыть вовсю старается. Программа за программой все чаще ошивается, а счетчик электрический разбег берет космический. И счет ДС-энергию весьма он драматический. Не место электроники у теплой батареи. К энергопотреблению разумней подходим. Выход есть. Анонимные алкоголики. У нас отличная новость. Поздравляем, у вас будут антитела. Надежная защита от COVID-19 вакцина «Спутник Ви» уже доступна. Пора выбрать прививочный пункт. Пора записаться на госуслугах Подмосковья или по телефону 122. Пора просто прийти и сделать прививку. Да, и бабушке с дедушкой тоже можно. Привитым быть лучше. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!